всем привет ребятушки сегодняшнее видео это будет некая такая видео подсказка от меня для тех кому необходимо настроить либо как-то протестировать проверить свой кассетный магнитофон в чем суть для этого нужно несколько программ иметь об оборудовании каком-либо я сегодня говорить не буду просто программный комплекс буквально три программы которые вам помогут например какие программы программа аудиоредактор понятное дело сейчас внимание на экран вы сейчас видите программу audacity это обычный аудиоредактор программа бесплатная неважно можно использовать абсолютно любую другую программу но вот мне как-то я привык пользоваться для чего она мне нужна например для того чтобы создать некий тон сигнал и записать его на кассету зачем ну как минимум для того чтобы проверить например какая детонация моей кассетной деке ну смотрите в audacity создаем тон в моем случае я буду работать частотой 3 150 создаем далее на магнитофоне я включаю запись магнитофон в данный момент подключен к компьютеру то есть выход со звуковой карты идет во вход магнитофона ну соответственно с выходом магнитофона обратно идет в ход звуковой карты но это чуть позже так включаем запускаем сигнал как я сказал какая кассета не имеет значения ну в данном случае видите немножко дисбаланс так сказать по каналам идет ну это такая лента не важно пишем сигнал небольшой буквально две три минуты напомню частота 350 далее опять внимание на экран какие еще могут понадобиться программа ну как минимум программа для определения детонации ссылки на все программы о которых я сегодня говорю будут в описании под роликом смотрите частота 350 поскольку у меня кассетная дека со сквозным каналом я могу все это дело наблюдать в реальном времени то есть это то что сейчас записывается на кассету вот для сравнения я включаю сигнал с источника то есть программа audacity видите все четко ну то сейчас подается сигнал ровно 3 150 а вот то что выходит после записи на кассету как видите детонация в дин до значения 006 008 007 вот это вот все прыгает вот здесь вот соответственно ну то есть насколько я знаю у меня среднем 006 сотых хорошо или плохо это хорошо меньше чем 002 ну по-моему не бывает вообще и пока не мере я сомневаюсь что бывают такие точные магнитофоны если больше чем 030 вот скорее всего это уже можно будет услышать на слух а так все отлично дальше пока кассета пишется вот параллельно у меня запущена вторая программка которая тоже может оказаться вам полезной это программный осциллограф ну вообще-то говоря можно было использовать как генератор конкретно эту программу просто вот здесь вот мы выставляем нужную частоту потому что те же допустим 350 до включаем на воспроизведение вот этими двумя кнопочками право-левый канал и соответственно этот сигнал записан но мне это неудобно это мне программа более удобно для того чтобы просто посмотреть посмотрите частота которую он показывает опять же те же 350 но так вот выглядит сигнал стерео сигнал обратите внимание как сейчас я переключу на источник то есть источник подается вот так ровная линия то есть это право-левый канал это в или так звучит стерео сигнал вот то что получается в итоге записаны на кассету зачем это нужно с помощью данной программы этого самого осциллографа можно записать некую тестовую кассету скажем на хорошем отстроенном магнитофоне далее вставить эту кассету в другой магнитофон включить на воспроизведение запустить эту программу и крутить с помощью обычной отверточки подкрутить головку то есть настроить азимут головки ну как это делать я показывать не буду я думаю многие из вас знают вы включаете какую-то кассету крутите на слух да озвучала хорошо высокий частот значит замечательно но с помощью этой программы можно настроить то же самое то есть если у вас есть тестовая кассета повторюсь записано на хорошем отстроенном аппарате по этой кассете в дальнейшем можно настраивать другие магнитофоны то есть можно настроить головку также как это было сделано на аппарате на котором она записывалась я думаю вас уже я давно запутал да так продолжаем сейчас отмотаю назад то есть смотрите вот я записывал да вы помните сигнал идеально это ровная я имею ввиду по осциллографу но таким образом собственно и выглядит сигнал если я сейчас начну подключивать головку право либо лево то этот сигнал на экране компьютера он как бы превратится в круг это неправильно то есть по сути это две линии одна чуть выше другая ниже ну то есть так называемый бублик вот частота 350 до что у нас в программе которая измеряет детонацию 0.6 0.7 при этом обратите внимание на частоту до 347 346 а как так я же подавал 350 а вот так вот так себя ведут магнитофоны нажимаем стоп запуская воспроизведение скорость будет другая видите стала 350 349 348 когда как от чего зависит сложно сказать другой стороны вы сами слышали что я подавал сигнал в реальном времени то есть через сквозной канал и тем не менее цифры тоже прыгали если бы все было чётенько да то данную кассету можно было бы использовать для настройки скорости магнитофона другого магнитофона на каком-то записали эту кассету вставляете в другой магнитофон ну и крутите скорость двигателя обычно в самом двигателе имеется отверстие куда можно ставить отверточку и соответственно выкручивать опять же смотреть можно на эту программу которая для измерения детонации вы таким образом можете настроить скорость магнитофона но уточню что если вы эту кассету записывали на аппарате которые изначально настроен неправильно но вам не на чем проверить да просто вот вы думаете что хорошо настроен то соответственно второй магнитофон который будет вы будете настраивать по этой кассете может быть также неправильно настроен он просто будет настроен также как первый аппарат с помощью одной программы вы можете настроить скорость то есть именно вот этой вот программы и соответственно с помощью второй программы осциллографа вы можете настроить азимут головки магнитофона я думаю на этом все всем пока ссылки как я сказал все будут на эти программы в описании